Многие, кто не брал недвижимость в США, постоянно утверждают, что в Америке можно взять дом или квартиру без первоначального взноса. Действительно это так, но выгодно ли это или нет покупателю, сейчас я вам расскажу в цифрах. К примеру вам, дом за 585 тысяч долларов, где-то в Денвере, цена средняя, как говорится, по палате. Если такой дом купить с первоначальным взносом 5 тысяч долларов, каждый месяц вы будете платить за него вот эту сумму. 4573 доллара каждый месяц. Ну, для семьи из нескольких человек, в принципе, это неплохо. Когда два человека работают, вы сможете смело оплачивать такой дом. Но если вы в семье один работающий, вытянете ли такие платежи или нет? А вот здесь вот этот же дом с первоначальным взносом 20%. Да, нужно собрать 117 тысяч долларов, чтобы заплатить этот первоначальный взнос. Но зато разница какая? Существенная 1200 долларов разница. Между тем, платите вы с первоначальным взносом 20% или нет? Но смотрите, если вы возьмете этот же дом на 15 лет, не на 30, как предыдущие варианты, и заплатите 20% первоначальный взнос, то платеж в месяц у вас составит 4265 долларов. Получается, что выгоднее заплатить 20% первоначальный взнос, выбрать 15 лет платежей, и за это у вас и процентная ставка будет ниже, и вам будет выгоднее, и вы на 15 лет раньше избавитесь от этого кредита. Но если вы собираетесь брать недвижимость в кредит в США, покупать не за наличные, то по-любому вам потребуются деньги. С 5000 долларов у вас, к сожалению, не получится. Да и зарплата у вас должна быть соответствующая. Какие цены сейчас на рынке и стоимость домов, кредитная ставка, по-любому вы должны получать в районе 10 тысяч долларов. Конечно, желательно, работая по форме W2. Но в комментариях, конечно же, напишите, под какую процентную ставку купили недвижимость вы в США, и на сколько вы сэкономили. Давай 20% взнос или нет? Продолжение следует...